Ведутся ремонтные работы. Проход запрещен. Несколько дорожных знаков уже не первый месяц пылятся во дворе возле дома номер 2 по улице Матросова. А еще песчаные насыпи, пластмассовые оградительные блоки, которыми заложили место, где не так давно велись работы по ликвидации аварии. Прорвало где-то эту трубу месяц-полтора назад. Приехали, раскопали. Потом через неделю-две закопали. Это все осталось так. Жители подъезда обходят склад из знаков и блоков по газону. И без того не очень благоустроенный двор превратился в ремонтную площадку. Вот только сроков окончания работ жильцы не знают. Ситуацию усугубляет и то, что в темное время суток прохожий может просто-напросто не увидеть эту гору. Во дворе нет освещения. Когда было только раскопано, было освещение, было освещение. А сейчас никакого освещения. Они раньше подсвечивались, хотя бы красненькими фонарями они подсвечивались. Во втором подъезде дома номер два по улице Матросова всего несколько квартир. Но там живут и пожилые люди, и семьи с маленькими детьми. Обходить препятствия приходится и прохожим, которые срезают путь через двор. Ну, потому что тут такие люди живут пожилого возраста. Ну, сами понимаете, они могут и упасть, и разбиться, и так далее. Кроме вот раскопанных и вот бурьян у нас тут ничего нет. Никакой инфраструктуры такой. Как выяснилось, аварийный ремонт на этом участке выполняла Саровская теплосетевая компания. При проведении плановых работ по подготовке к предстоящему отопительному сезону там было обнаружено повреждение трубы. На сегодняшний день оно устранено. Ну и будут продолжаться восстановительные работы по благоустройству. Данное место огорожено водоналивными ограждениями. Знаки выставлены по безопасности. Работы по благоустройству планируют выполнить до конца недели или в начале следующей, в зависимости от погоды. На месте, где раньше была разрыта яма, уплотнят грунт и положат новый асфальт. Дарья Цапорыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.